Узнавать знакомого или друга теперь в городе придется по глазам, ведь остальная часть лица обязательно должна быть под маской. С 14 ноября использование средств индивидуальной защиты органов дыхания для гродненцев становится обязательным. Это больше не рекомендация, просьба или напоминание. Ситуация с коронавирусом сложная, болеют многие. Сегодня даже сложно выделить группу риска, ведь болеют и умирают и пожилые, и молодые, и люди среднего возраста. Не являются гарантией от инфицирования ни здоровый образ жизни, ни убеждение, что коронавирус это выдумка фармкомпаний. Маска, гигиена рук, дистанция. То, что помогает пока человечеству снижать риски. Теперь в Гродно отношения к требованиям соблюдать эти тресного полагающих правила ужесточены. В обязательном порядке на всех объектах социальной сферы, в организациях, в учреждениях должны проводиться санитарно-противоэпидемические мероприятия, которые включают прежде всего контроль состояния здоровья работников, затем создание и выполнение и обеспечение условий по социальному дистанцированию. В обязательном порядке должны проводиться дезинфекционные мероприятия, то есть влажная уборка с применением дезинфицирующих средств. Но это не только уборка полов, это в обязательном порядке обработка контактных поверхностей. Продавцы в магазинах, официанты в кафе и ресторанах надевали маску еще весной. Сегодня и посетители должны быть в масках. На сегодняшний день ношение маски – это уже не рекомендация, а четкое требование. И мы призываем посетителей торгового центра Олд-Сити, заходя в торговый центр Олд-Сити, заходить именно в масках. Если кто-то по каким-то причинам забыл, либо где-то оставил маску, более 30 магазинов готовы продать, собственно, эту маску посетителю. Но мы просим, требуем наших посетителей торгового центра Олд-Сити соблюдать и носить маску. Не только в магазинах, в троллейбусах и автобусах, в маршрутном такси и в обычном – везде нужно быть в маске. Пока к посетителям и пассажирам предъявляются только требования. Но в перспективе не ношение маски может стоить физическому лицу 30 базовых величин. А вот индивидуальные предприниматели уже сейчас за несоблюдение обязательного ношения масок заплатят до 200 базовых величин. Юридическое лицо – до 500 базовых. Руководители организаций, субъектов хозяйствования несут ответственность за выполнение комплексного плана, соответственно, за проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий. И если будут выявляться факты нарушений в проведении санитарно-противоэпидемических мероприятий, то в таких случаях предусмотрена административная ответственность. Контроль выполнения санитарно-противоэпидемических мероприятий проводится специалистами Гродненского зонального центра гигиены и эпидемиологии в ходе мониторингов, в ходе мероприятий технического характера. И, конечно, при выявлении нарушений будут приниматься соответствующие меры. После расслабленности лета, когда очень редко можно было встретить кого-то в городе в маске, сложно было снова привыкнуть к необходимости их носить. Однако врачи констатируют, коронавирус, кажется, стал жестче, а аппаратов ИВЛ – ограниченное количество. Поэтому маска – это то, что если не полностью исключит, то, по крайней мере, существенно снизит риск попадания на больничную койку с этим непростым диагнозом. К слову, носят маски в тех же магазинах сегодня не все, но большинство предпочитает этим уже не пренебрегать. И наивовсе распоряжение властей об обязательности ношения масок не ждали и брали ответственность за свое здоровье в свои руки. Нет, не ждал. Это личная ответственность каждого, правильно? Ты болен, не болен, ты тогда не заразишься сам. Если же болен, то не заразишь кого-то другого, правильно? Отношусь только положительно, очень за это введение, так как сама являюсь медработником, врачом. Вижу, прекрасно осознаю существующую ситуацию. На самом деле ситуация очень серьезная, поэтому рекомендую, советую всем носить маски. Я работаю в торговом центре, мимо меня каждый день проходит большое количество людей, поэтому я считаю, что маску нужно носить обязательно, что и делаю сама, потому что таким образом могу защитить и себя, и тех людей, которые находятся возле меня. Я работаю преподавателем, и всем рекомендую тоже. Это обязательная мера. Я считаю, очень давно надо было это делать, потому что это спасает. Коронавирусом можно заболеть повторно, и все больше таких случаев происходит уже и в Гродно. Только за эту неделю в мире зарегистрировано 4 миллиона новых случаев. Иммунитет, если и вырабатывается, то недолгосрочный. Гарантированного оружия против внезапно нагрянувшей проблемы у врачей по-прежнему нет. Но точно установлено, ношение маски всеми людьми снижает риски. В комплексе с дистанцией и дезинфекцией эффект усиливается. И не стоит забывать, маска должна плотно облегать рот и нос. В противном случае ее ношение не имеет смысла. Однако формально относиться к этому сегодня себе дороже. Не нужно ждать указа. В этом вопросе инициатива как нигде разумна. Эллана Табудила, Виталий Рубанов. Новости Гродно+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова